Всем привет! Вы находитесь на канале Максим Кавроверит и меня зовут Максим Казанцев. В моей голове еще не остыли воспоминания, как в Калужском концпарке. Я сначала приобрел просрочку, а затем выяснил, что некачественный товар в магазине реализовывался со скидочкой в 40%. Тогда продавец магазина созвонился с менеджером и менеджер по телефону дал указание продавцу продать мне данный товар со скидочкой. И процесс мог бы закончить все успешно, но вы же знаете, какие у нас грамотные сотрудники магазина. Девушка выхватила у меня из рук телефон, а потом еще и обвинила в том, что я ударил ее. Но я же, конечно, никого не ударял. Девушка вызвала милицию, но первее приехала менеджер магазина, Олеся. С ней мы пообщались и в принципе она сделала мне возврат за некачественный товар. Но приехав домой, я узнал, что вместо возврата мне сделали повторную продажу просроченного товара. И при этом опять же без скидочки. А что так можно было что ли? В дальнейшем была подана претензия магазину и индивидуальный предприниматель Будаева мне денежные средства за обе покупки вернула. Но не компенсировала мне моральный вред и даже больше того, я вам скажу, она стала угрожать мне заявлением в полицию, если я ей эти просроченные товары не верну. Я ей предложил их вернуть, потратившись на такси в размере 6 тысяч, что в принципе разрешено сделать, так как согласно 530 статье гражданского кодекса, продавец оплачивает возврат данного товара, а не я должен тратиться и ездить к ней с Тулы в Калугу для того, чтобы удовлетворить ее какие-то прихоти по возврату товара некачественного. Ответ от нее на данное предложение не поступил и я обратился в суд. На первый суд предприниматель не приходила, письма на почте намеренно не получала. В итоге судья вынес решение в мою пользу, указав решение, что магазин обязан компенсировать мне сумму в размере 33 тысяч рублей. И вот, получив данное решение, у индивидуального предпринимателя подгорело одно место. Как так за просрочку, которая стоила 410 рублей, когда Максим такой негодяй еще и не вернул данный товар, с нее еще требует 33 тысячи рублей? Как же так? Умеете? Могете? И тогда она наняла юриста и отменила данное заочное решение. Вот такие вот позорники приехали защищать свои права, продавая просрочку. Потом был второй суд, куда предприниматель уже приезжал из Калуги вместе со своим юристом. И данный суд мы тоже выиграли вместе с Романом Рябикиным. Судья присудил нам сумму в размере 42 тысяч рублей, что, во-первых, на 9 тысяч больше, чем первоначальное решение, а во-вторых, в 107 раз больше, чем стоимость самого проданного некачественного товара. Вот так, собственно, и закончилась история, когда мне продали просрочку без скидочки в концпарке. А сегодня, ребят, вы увидите новый ролик, тоже с концпарка, но с города Олексино, Тульской области. Как думаете, в этом магазине мне продали просрочку со скидочкой? Поставьте видео на паузу, напишите комментарии и смотрите, что же было. Смотрите, это ватрушка. Как вы там говорили, что они у вас все свежие приходят, они задерживаются? Ну, у меня получается, что если срок годности начинают подходить к концу, я на них делаю скидку. А потом, если у меня их не раскупили, естественно, я их уже списываю. То есть, ну, как бы, я не держу старый товар, оно мне надо. Скажите, а почему вы в январе на этот товар не сделали скидку? В смысле? Ну, вы когда срок подходит, у вас... Максим, покупатель. Покупатель камеры уберите. Почему? Потому что... Почему я должен убирать? Камеру уберите. Почему я должен убирать? Хорошо, я храню твою. Звоните. Вы не имеете права меня снимать. Вы сейчас продавец должностное лицо. Я у вас информацию по товару получаю. Вы у меня не... Во-первых, я делаю скидку. Можно всегда делаю скидку. Можно скидку на вот эти продукции. Камеру уберите. Зачем? Камеру уберите. Не хочу. Не хотите. Ну, смотрите. У него срок годности идет два года. С января 21-го два года не прошли в январе? Так, это значит, редко пригласила. Скидку в январе забыли поставить. Сейчас делайте скидку. Скидку. Вот, скидку хочу. Я появляюсь здесь два раза. Давайте. Если где-нибудь это выложится, я на суд подал. Хорошо. То есть. Мои паспортные данные нужны для того, чтобы подать в суд? Ну, зачем же? Я покупатели свои хорошо помню всех. Какие у вас первый раз-то? Ну, я не думаю, что вы последний раз. Потому что если вы пришли один раз сейчас, вот эта вот ситуация... Вы были в январе, значит, раз вы об этом знаете. Вы только что мне сказали, что в январе... Я просто читать умею. Лично я, лично. А вы сейчас сказали, что вы скидку делаете. Ну, откуда вы знаете, что в январе я не сделала скидку. Так я ее на продукции просто не вижу-то. Она же у вас на продукции будет скидка или как? Нет. Просто я был в Калуге, в Калуге, в концпарке, и там прямо на продукции делали скидку 40%. Я вот как с опытом таким, с калужским сравниваю. Я у вас здесь первый раз. Возможно. Я ничего не буду. Ну, ладно, давайте. Потому что я по другим городам в концпарке не была. Вам как, на это тоже сделать? Ну, давайте, да, тогда как? Пробьем, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вам сейчас возврат. Вы не восемь со скидкой пробьете, а на вот эти сделаем возврат тогда. Хорошо. Давайте возврат сначала. Не, мне сначала бы купить со скидкой. Можно? Я вам сейчас деньги вот за эти верну. Вот по эту чеку. А, ну, давайте. А потом я пробью вам уже назад. То есть по этому. Я вам по-другому сделаю. Мне просто трое детей я хотел подешевле продукцию купить. Когда у вас трое детей, вот смотрите, у нас что есть, да? У нас исключение карты. Если бы вы, если бы были в Калуге, если бы были в Калуге, сейчас я свежий дошел, то вы должны были знать, что у нас в концпарке есть такие. Я в Калуге был в сентябре 22 года. Разница по всем концпаркам идет. Социальное это многодетные, одинокие, дети инвалиды, дети на опекунстве. А мне что, как подтвердить, что я многодетный? А мне нужно номер многодетки. А, именно удостоверение. Мне только номер нужен, и все. Больше мне ничего не нужно. Буду иметь в виду на будущее. Хорошо. То есть вот эти, это вот вам на будущее, просто если у вас тут знакомы, пенсионные есть, да? То есть это любому пенсионеру. Это пенсионные по инвалидности, по заботе, еще по каким-то. Вот эти идут. Это преподавательские преподаватели, любым преподавателям, школы, вузы, техникум. А если я обучаю продавцов, это считается? Как бы обучаю их не торговать просрочкой? Можно считать, что я преподаватель? Нет. Так как так стало? Ну ладно. Вы должны, получается, официально, то есть это школы, детские садики, то есть воспитатели. У вас, я говорю, если у вас многодетка, Я просто с тобой не взял, да? У нас, получается, как? У меня приходят, да, покупатели, мне говорят, У нас многодетные. То есть, окей, если у вас многодетные, я говорю, давайте, вы мне многодетные даете, а я вам выдаю, да, то есть карту, да? То есть они у меня в наличии, вот, пожалуйста, даже. Круто, круто. Все для того, чтобы это. То есть безо всяких. Я, ну, даже если забыли, окей, хорошо, потом мне принесете. Так я здесь редко бываю в Алексеине, так? А я вам говорю, это по любому конспаркам. Вот в любой конспарк зайдете, и вам обязаны дать вот такие вот. Если вы предупреждаете, что, если бы вы мне сразу сказали, у меня многодетка, у меня просто не знал, да? Вот, то есть вы мне сразу говорили, я спит, на самом деле. А сейчас вы какую скидку на это сделаете, получается? Сейчас я ее на полуцены сделаю. А, давайте, даже больше, чем 40%. Потому что она получается не это. Понял. Так, возврат. Ой, тихо. У нас вам возврат. Да, не спешите, а то мне в прошлый раз повторную покупку оформили. Нет, нет, нет. Я в это нажала. Карточку прикладывайте. Просто когда вот с таким вот телефоном у меня была такая ситуация, не разобрались, да, то есть ничего. На меня приехали, на меня наехали, с меня штраф 30 тысяч, я стою на них смотрю. На каком основании? А кто это ваш штрафонол? Не поверите. Когда коронавирус, да? А, за маски? Ну... Нет, дело в том, что я просто наклонилась без маски. Не могу же я целый день ходить. Ну, задакнуть можно. Ну, клиентов не было, например, да? Вот, у меня никого не было. Я слышу, зашел человек, я поднимаюсь, то есть вижу человека, естественно, я маску поднимаю, а он меня снял, что я поднимаюсь без маски к нему. Ну, это все знаете. То есть... Как это пришло, как это ушло, непонятно. И многие с психами, многие вот эти вот снимают, то, что это неприятная ситуация, ну, как бы нам это не очень нравится. Чек-возврат это был, нет? Да, чек-возврат. Давайте. А я вам сейчас вот это дам, расписной чек-возврат. Ну, давайте. Там-то я тоже делаю. Почему ты мне не хочешь выдавать-то возврат-то, сыс? Противный. Так, смотрите, это вам на возврат. Что-то вижу, продажа вас нет. Угу. Так, 8 штучек у нас. А это идет вот на то, что я вам пропила. Это, если что, можете взять с собой. Если вы в какой-то конспорт придете, если вам кто-то скажет, что нет ни того, ни того, да, то есть предъявляете вот это вот и говорите, ну, как-то это же, это же ваше? Ваше. Потому что некоторые у нас в одном магазине в каком-то было уже такое. Вот когда вот здесь только-только открылся. Так. А вы, получается, Никитина Татьяна Владимировна, да? Угу. А есть у вас Раут Ирины Вячеславовны. Вы могли бы ей позвонить сейчас? Я бы хотел, чтобы она была в курсе, что у нее в магазине продали просочку со скидкой. Может так сделать? Нет. Нельзя? Угу. А почему? А дешевле сейчас вам достану ее здесь нету. Скажите, пожалуйста, у вас это, в принципе, нормально, да, получается? Нет, это в принципе... Продавать просочку со скидкой. Нет, это в принципе ненормально. То есть обычно у нас просочки никогда не бывает. Но поскольку я здесь очень редко появляюсь, то есть это я один день в неделю здесь появляюсь. Это вопрос о том, почему у вас просочка на 6 месяцев. Я помню. А вот сейчас вы на кассе и осознанно, сознательно, намеренно продали мне просочку со скидкой. Вы попросили, вы сказали, что... Мне надо вот... Я многодетный, да, мне подешевле нужно. У меня просто были такие, которые подешевле просят. Да, я делала скидку, да. То есть некоторые бывают... Вот клей ПВА, то что он просроченный, ему ничего не будет. Ребенок есть это не будет. Я вас понял. У меня просто... У меня просто плохо. Ну, я вон... Я очень рада, что у вас больше нет. Знаете, чем закончилась история с тем конспарком? С чем? С тем конспарком, знаете, чем закончилась история? Тут они проиграли на 30 тысяч. Два раза пробив мне товар на 410 рублей. Ну, у вас поменьше, да, 200. Так, ну, с этой... С Раут вы все-таки ее в известность поставьте, как у вас будет время. Я, получается, по вот этому адресу, по месту нахождения магазина буду посылать потензию до судебного. То есть, где вот здесь адрес есть почта, которая относится к вам? А деньги, наверное, к вам это, да? Деньги на Макламаду. Какие деньги у меня есть? Ну, смотрите, если вы на нас подаете сейчас в суд, а вы подадите на меня в суд, то есть это я... Не на вас лично, она ИП... А без разницы, какая раз виновата я, то есть поставила я, вычитаться это будет из меня. Да? Да, это вычитаться будет из меня. А сколько вы работаете в торговле, мне это просто интересно? Восемь лет. Восемь лет? И вы за восемь лет не поняли, что реализовывать просочный товар нельзя? Я вам еще раз объясняю. Я, у меня получается, сейчас месяца, который сейчас работает, она... Я просто избавиться от нее сейчас не могу, потому что не некуда сюда поставить. Это вы все про тему того, что у вас просочка с января. Я понял, бывает. Мы это смотрели. Я не могу. Мы за всем. Я сегодня вот прошла. Я пошла сегодня прошла по срокам годности, да, то есть я вот по краскам прошла сегодня, все. Может быть, до клиник дошла или еще что-то. Ну, не осмотрела. Мы смотрели. Это первый момент. Я к этому ничего не имею против. Оно везде такое бывает. Вот сейчас в магните вот напротив, да, там чипсы до сегодняшнего, конфеты этих в феврале просрочены. Просто, да, показал все. Мне интересует ваша вот позиция со стороны того, что вы намеренно продали просрочку. Как вы это у вас в голове укладываете? Ну, я же не знаю, что вы же будете, скорее всего, что-то клеить, а не ребенка кормить. Это неправильно? Логично! Товар просрочен. Априори. Неважно, что я с ним буду делать. Он не имеет экономической ценности. Вы сейчас с меня взяли деньги за то, что стоит 0 рублей. Вот просто в голове как у вас это укладывается, мне интересно. У меня уже мое двое детей. И как бы зазорного я ничего не делала, не об этом. Получается, просрочка у нас когда была, я ее забирала домой. Это ваше личное дело? Личное? И я знаю, что от этого товара ребенку ничего не будет. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть, и когда у меня приходят и говорят, что я одинокий отец, многодетный, да, там Илья многодетный отец, там Илья многодетная мама, там одинокая мама, вы мне сказали, я вот, мне подешевле нужно, да, то есть, вот это, вот это все дорого, мне нужно подешевле. То есть, вы мне сделаете скидку вот на это, потому что, как бы это вот, я вам просто не знаете какой-нибудь совет на будущее, вы когда такое делаете, вы через кассу не проводите, вы их списываете, а потом предлагаете покупать в этом, до сколько он будет забрать. Я не могу это сделать. Ну, увы, вот получается, вы провели через кассу товар, который не имел экономической стоимости. Если у вас такое в порядке вещей, продавать просушку со скидкой, продавать ее после того, как вы ее спишите, как ты, что не знаю. Ну, это просто привет, просто, понимаете? Ну, бывает. Бывает. то я могу сейчас, я вот сейчас, в данный момент, я ничего не могу сделать. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас... Зачем вы это, в принципе, сделали? Я понятен могу. Я вам объяснил уже. То, что скидку хотел. Люди приходят и так делают, У меня многие просят, Сейчас, в данный момент, то есть, в данный момент, я сейчас прекрасно понимаю, что вы сейчас присылаете сюда, то есть, повесточки, да? То есть, вы подавляете сюда. это, это знаете, она может получить, не получить, это без разницы. Ну, в принципе, ну, как без разницы, если без вашей подачи, это, ну... Дата изготовления третий квартал двадцать первого года. Это примерно, ну, будем понимать, что шестой, третий квартал. Первый квартал. Первый квартал, это февраль-марта. Январь, февраль-марк. Март, апрель-марк. То есть, июнь, июнь, август. Это третий квартал. Двадцать первого года. Вот это просточку у вас просто на год. Почему на год? Сейчас двадцать третий год. Ну... А, ну... Она изготовлена в третьем квартале двадцать первого. А, у него год. И вот, получается, он в двадцать втором году умер. Ну, значит, спешу сейчас. Спешите, Ну, не будете со скидкой платовать? не будет. Ладенько. Давайте. Что? Удачи вам. Да, ничего-ничего. Просто писывайте, как он. Не, я прекрасно понимаю, что вы сейчас отправите, и дата выпуска третий квартал двадцатого срока двадцать четыре месяца. Это все равно тоже про срок. Ну, это с другой восходят, это как раз у нас другу, который вылез. Третий квартал двадцать первого двенадцать месяца. Все. Всего хорошего вам, успехов, торговли. Ко мне претензий. Ко мне претензий тысяч. это уж как у вас там решат. Я вам предлагал позвонить сейчас, как бы обсудить с ней. Нет, звонить я ей не буду, у нее сейчас и так проблемы. Она у нее и так суд, из-за того, что в Новосибирске у нас один такой появился, недоразвитый, за название прицепил. А, есть такие. И он очень много магазинов уже накрыла на деньги. Сейчас судят с Сыриной Вячеславной. То есть, они претензии имеются какие-нибудь. В принципе, мне, почему я должна о какой-нибудь претензии иметь? Просто, конечно, было бы очень обидно, если бы вы сейчас отправили вот это вот видео, куда нужно, конечно. Я понимаю, что это возможно, как бы поправил, да, там или еще. А сейчас распоряд надзор не штрафует вот в этом плане, если вы переживаете, что нет, у меня одни отписки приходят. Ладно, все хорошего вам до свидания. Вот я еще раз говорю, вы отправите и с меня снимут деньги. Мне вас жаль, но я просто не понимаю вашей намеренности. То есть, я вам один раз сказал, второй раз сказал, вы как бы все равно считаете, что это нормально. Я поэтому не могу вам предложить сделать возврат. Я еще раз говорю, ну почему, я вам могу возвратить на деньги за ради бога. Я там детишками как бы не пойдет. Вы же тоже этим пользуетесь для детей. Да. Все, нормально все. Да, что им будет. У меня два племянника, пользуются. У меня двое детей пользуются. Просто нет слов. Я вот порой с таких продавцов просто мало того, что за деньги травить покупателей каких-то там других, да, так и за свои же деньги там, ну или знаю, там бесплатно этот товар забирает и травит своих там детей. Я просто в шоке, ребят, просто в шоке. Ну, единственный вариант для меня это подать на них в суд, в принципе, сумма мелкая, но это просто смешно, ребят, я просто офигеваю с ним. А теперь просто, ребят, вдумайтесь. Девушка, зная, что товар просрочен, зная, что я веду видеофиксацию, продала мне данный товар со скидкой 50%. Дядя Петя, ты дурак? Это при том, что сначала она мне пробила 6 позиций за 300 рублей, а потом пробила 8 позиций за 200 рублей. Не, ну чё, действительно, выгода налицо. Многие, наверное, скажут, Максим, а какой вред от просроченного клея? А вы просто вбейте в гугл, какой же вред от просроченного клея? От банальной аллергии на данный товар у вас, у ваших детей, кончая порчей товара, на который вы данный клей будете наносить. Если производитель указал срок годности у товара, то он исходил из каких-то испытаний, что товар после этой даты использовать нельзя. Не важно, что это, зеленый хлебушек или слизкая колбаса, просроченные подгузники, капсулу для стирки, клей. Товар имел срок годности, его использовать теперь нельзя. Но, что у нас делает девушка? Она мне намеренно продает просроченный товар со скидкой. А во-вторых, говорит, что она эту продукцию некачественную в своем магазине сама себе берет и раздает своим детям, своим племянникам. Остановите планету, я сойду! Обсудить то, как поступила данная девушка, красиво или некрасиво, мы с вами можем в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет оставлена в описании, а также в первом закрепленном комментарии к данному ролику. Также хочу вам сказать, что я завел канал на Бусти, и теперь все ролики новые, которые только смонтированы, публикуются на Бусти, и за символическую плату в 99 рублей вы будете иметь к ним доступ сразу же. А на Ютьюбе они будут выходить чуть-чуть попозже. Я, как отец троих детей, ни в коем случае не даю некачественный товар своим детям. И вам, ребят, не советую. Соглашусь, в этот раз я даже не предложу продавцу сделать мне возврат. Ну, потому что она меня реально убедила в том, что товар качественный. Ну, точнее, даже не то, что он качественный, а то, что его можно использовать. И даже можно давать своим детям, своим племянникам. Убедила. Соглашусь. Ну, вот такой вот я доверчивый. Теперь снова придется подавать претензию, обращаться в суд. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! А вам, ребят, чтобы узнать решение суда по данному ролику, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока! Пока!